Продолжение следует... По смерти мультипликатора не уточняется. Прочание с Вячеславом Назаруком пройдет скоро в храме царевича Дмитрия при Первой Градской больнице Москвы. Вячеслав Назарук родился 4 марта 1941 года в Москве. В 1965 году окончил художественно-графический факультет столичного пединститута имени Ленина. Сейчас вуз называется МГПУ. В 1968 прошел курсы художников-постановщиков при Госкомитете по телевидению и радиовещанию. В 1970-1989 годах был художником-постановщиком студии «Мульттелефильм» творческого объединения «Экран». За это время он поучаствовал в создании 17 фильмов спектаклей и более 40 мультфильмов, в числе которых «Мама для мамонтенка», «Цикл картинок от Те Леопольде», «Крошка енот», «Элли в волшебной стране», «Раз ковбой 2», «Ковбой» и так далее. Также Назарук известен как живописец, написавший полотна о русской истории, «Куликовская битва», «Ледовое побоище», «Крещение», «Триптих», «Слово о полку Игореве». Его картины хранятся в Государственном историческом музее, в Государственном музее истории религии и в частных собраниях. Вячеслав Михайлович создавал также живописные полотна с сюжетами из русской истории и скульптуры, проиллюстрировал более ста литературных произведений. Его работы известны многим жителям России и за её пределами, но большинство людей любят его всё-таки за большой вклад в развитие советской мультипликации. По приглашению двух университетов в США, организовал и проводил мастер-классы по теме «Русский фольклор и сказочные персонажи в народных сказках». По мнению Назарука, не столько рисовать, сколько изучать вот где таится работа художника, и она самая большая, заниматься историей и культурой своей страны – это величайший дар. Вячеслав Михайлович выбирал для иллюстрации особый формат, он поместил каждый рисунок в орнаментальную изысканную рамку. Он иллюстрировал сказки Пушкина, максимально подробной на сегодняшний день Назарук остаётся единственным художником, проиллюстрировавшим всем сказок великого русского поэта. Над сказками Павла Бажова он работал три года, став на это время завсегдатой Московского музея геологии. Методом Инторсии я сделал множество каменных текстур, сначала делал цветной эскиз, а потом под него готовил камушки, а между этими кусочками – акварельный рисунок, и получалась каменная сказка, ведь рисунок – это музыка текста, выраженная в визуальном ряде. Продолжение следует...